всем привет дорогие друзья всем привет с вами как обычно буди enter и если про пожаловать на обзор 178 варкапа который был с 4 по 11 июня прислали очень много много демок будем разбираться будем смотреть карта от idm а называется на руки и не запада как правильно 13 и в основном она как бы звать 40 киона срок это не мы не только так ну давай я сначала делаю первичный обзор играли и оба но будет уже не побольше поэтому и к сожалению ну так получился не время мало но не рассказать но начинаем мы с вот вот на такой вот кривой стенки которая толкает нас вперед принципе ничего интересного старт у нас находится вроде бы не пас не покрутиться ничего нельзя сделать через верх я тоже не уверен что можно как-нибудь перепрыгнуть он даже да вот он все начинается но где-то это вот здесь я я не пробовал кстати перепрыгивать вот у меня есть ракеты до потолка на я подумал кстати насчет того чтобы радиант еще включить в обзор но это может быть чуть позже показывать как триггер натянуты как вот так что мы видим нам дают начали 4 ракеты и мы видим такую платформу стоя стоящую выступающую вот и внизу там что-то интересная такая большая большая комната с дорожками и спереди у нас такая вот ну давайте пойдем вниз посмотрим и вот здесь есть такая такой подъем наверх вроде как видимо наверно то надо это зеркало которое качается и она показывает то что сзади находится так а чему сзади у нас это штучка да это у нас какой-то красный какая-то полосатая фиговина который нас репортирует прям сюда к этому якова ну значит наверно нужно делать что-то вроде типа того чтобы да вот только у меня сейчас очень криво все получилось но это первое предположение чё нас тут еще есть телепорт нас репортирует на самом начало триггер старт один раз юзается его два раза не завязать сроки то больше не дают можно перепрыгнуть куда-то вот сюда здесь тоже когда проход с с лесенками со всеми с этими рампочками и здесь у нас даже есть бфг вот и в принципе больше ничего нет интересного космос кстати skybox такой же как с прошлое его карты и этот айтем хипа 7 7 бфг чего да ладно они это 4 1 я не знаю откуда у меня 7 патроны возможно дают где телепорт да ладно три штуки да да ладно я не знал ну блин как так посмотрим так ну что можно сделать предположение если за многое да ну то есть я вижу несколько дорожек и не знает их потом будешь себя показывать или или месяц мне я основную покажу который у нас 4 ракеты можно попробовать сделать как то вот так вот а не сбил в общем двух ракет туда залезть наверх сожалению к сожалению это не до что же он да к сожалению это дорожка не не очень удачная потому что там дальше нам потребуется бфга у нас у меня я не то ни одной штучки то есть нужно хотя бы один подобрать вот если нам нужна одна фига можно как-нибудь вот так вот допрыгать взять ее и потом ну например сделать . точно так же может быть и точно так же пустить какие-нибудь две ракеты сюда словите залезть наверх еще есть вариант основной дорожки потом покажешь или мне сейчас объяснить ну сейчас можно в принципе раз раз проходим если мы посмотрим сюда вниз горит буковка r маленькая и моргающая значит нестабильный ракет без джам без прыжка не стабильный так да стабильный но просто моргает значит не очень стабильный потому что но как бы нужно идти вперед просто стрельнуть себя и вот будет об ну в общем его можно словить если до нуля выравнивать но если кто не знал надо было засуществить значит так как это у нас тут есть бафуга и бафуга руки они в принципе одинаково подкидывает можно этот делать как сборки так и сроки но вешал не всегда ловится и далее нам что делаем с простым обам никак не получается потому что головой бьемся вот в эту хреновину то есть есть вариант делать звук в этом здесь вот то есть зажимаем буковку стрейф и потом как-нибудь залезаем сюда с этим звуком но как делать зубы я по моему оба рассказывал да это уже объяснялся а кто не знает посмотрим были хорошо бирдак теории вроде больше не то есть вот поп туда вниз но я не знаю насколько он какой-то и мы еще береги передам он не ловится я погоди я знаю как его ловить передам он не ложится а если боком левую страну а вот левая страна ловится и как-нибудь в общем с геморроем можно его словить и залезть наверх даже без зуба видимо слушай у меня идея родилась небольшая у тебя есть высоту да по отношению к полу ты стоя стоя на этом бортике какая у вас ставьте 1024 да не написано не знаю я могу с меня прыгнуть и посмотреть 1024 да 1024 да вернись на старт сейчас на старт или в телепорт зайди да куда сюда вот и залезть на меня залезть сзади вот где наклонные на старте там есть такая платформа вот ну да да и вот этот краешек он прямой видишь как бы не наклоны прямой на последнюю встань и посмотреть на пол как-то вдруг отсюда можно сделать просто рокет буст а смысл там же бфг то нету что ты будешь делать у тебя там рокет будет а бфгу там наверху дадут просто как вариант может есть сколько я вижу только только вон тот уголок а вот этот вот я не вижу к сожалению он очень зонеком сильно как бы я не могу посмотреть я могу попробовать прыгнуть вот отсюда вот так вот 960 не другая но в любом случае это без без бифаги ты там мало что сделаешь там реально она и по потолку нужно ее стрелять и в общем в общем нужна бафага обязательно ну что ж пытаемся как-нибудь пройти как дефолтная дорожка предполагает брать бафагу лежать сюда переключаться на рокет стрелять ой блин переключаемся здесь на бафагу наверное и делаем там у нас получается три или четыре бафаги и сроки там мы туда очень быстро залезаем но я сейчас все завязал что можно вот ничего чем и дальше и дальше есть обычный стрейф вперед пол заклиплен поэтому это хорошо на стенах ничего не завязать вниз не прыгнуть ну и в общем такая стенка которая можно стрельнуть руки там когда поднимаешься чем не закрыты но в чем тоже такая не стопроцентно нам дает здесь до сейчас я то есть если я вот сюда залезаю с рокетами как-то добрался сюда мне здесь дали бафаги патроны для бафаги а самой бафаги нету и чё я буду делать четырьмя или там с тремя ракетами ну ты залезаешь наверх там потом и и а вот здесь бафага еще подожди да ладно ну как вариант это по-моему это выглядело по-моему медленнее сколько я не не пробовал так вариант неплох наверное добежать до сюда с двумя ракетами сделать завязать эти две ракеты потом с шестью бафаги нами туда не знаю не пробовал может быть вот ну папа дефолта предполагается что здесь нам дают кучу бафаги она у нас есть мы сделаем печеньки сделаем раз-два-три три штуки или четыре я делал и зал четыре бафаги то есть раз-два-три-три вместо четырех и прыгал вот сюда сразу без вот той бафаги не знаю зачем она ну наверно для кучи дорожек здесь нам дают еще немножко потом влезаем сюда-сюда в стенку видимо стрейф нет кстати нету я тоже там последний день кстати это на ступеньках решил посмотреть есть ли тут что-нибудь к сожалению ничего нету вот читер хотя поделать здесь здесь еще кстати выходе дает до хрена почему очень много вот и здесь здесь нас телепорт и туннель по которому можно пропрыгать даже к судя ну и вот так проходят его проходили раньше можно находить то революция да 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 все такие тоннели сейчас и можно так вот проходить цель так называемый когда зажимаешь присед сейчас сейчас 0 дров 0 а не дров 1 вот чтобы было видно чай нажимаю надо было раньше включить то есть если если переключиться на бафагу у тебя дробовик где я знаю где патроны зачем мне патрон не дают сломала ну ладно в общем если просто выстрелить как бы несколько бафагин приезжать к толку вот тогда получается что к нему прилипает игрок ну и все в общем почти все дорожки показал все все что есть давай показывай теперь как проходить правильно правильно неправильно точно не знаю но я собственно особо не ухитрялся с роутом делал два пушка на старте залезал сразу наверх здесь я прыгал брал бы фугуру и сразу за ворота менял на рокет сразу за ворота делал опыт пытался там не пробовал вначале заезжать не особо мне кажется причем до 3520 вот примерно тут я поступал следующим образом я делал не звук делал при приземлении стрелял рокетом примерно ну под острым углом чтобы при ловле так скажем оба меня отнесло максимально дальше вперед это конечно немножко сложнее но как мне показалось действие и залег получается намного быстрее менял сразу на бафагу здесь просто стрейфил 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 здесь использовал два патрона чтобы забраться ну примерно так моя дорожка и еще вот эти лампочки они тоже уже натыкался верно они не не заклиплены ничего если те лампочки вроде как все а вот эти кстати тоже в них можно врезать летишь летишь головой цепляешь и все и запорол рек да и в цпм если есть аэр-контроли можно прижаться к этой стене выпутри это немножко сложнее если ты отстрелись в фуге пока вы стреляешь под себя и от стены допустим допустим чтобы скорость еще себе сразу впидать ты немножко относит тебя в кудре от стены и ты можешь цеплять вот эту фигню я думаю я и это примерно так попробуй быстро пройти а ну еще можно кстати обратить внимание на мапперские косяки если зазумиться немножко то видно вот этот вот косяк вот этот косяк полоска честно не то а потому что она он забыл видимо ресетнуть и на криво натянут этот клип тут есть тут нет оба тут есть тут видимо в япон клип ааа да все понял 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 ну это то что я обнаружил вместе с жаном я так скажем жан помог ну не буду прям ручки еще не разогретые а со звобом ну ты вот посмотрел со звобом быстрее получалось подъем нет не уверен что быстрее но получалось просто ракет заюзать прям прямо в этот варам иногда быстрее но для этого нужно прям каким-то определенным углом отстреливаться очень хорошо ну и немаловажно тоже когда если вы попадаете туда скажем так по текстуру сбытугой немаловажен угол отстрел то есть можно стрелять прямо под крутым углом но скорости почти не будет давать либо выровнять угол более прямой сделать и получать побольше правильный угол какой-то правильный угол как да то есть примерно по примеру чтобы скорости больше причем на таких моментах это значительный плюс даже если вот такое незначительное казалось бы расстояние стрелять давай завод им пара моды 0 до ты не звуку промотну что а это же теперь сервер но по поводу в кутре и что здесь можно сказать в принципе все то же самое сначала два прыжка намного сложнее будет залететь поэтому я использовал три прыжка один один рокет прыгал но тут конечно он по большей части вот сюда приходит приземляешься и залезаешь сюда так чтобы не зацепить прыжок один вот сюда и то сразу на бфг то есть есть вариант с подлетом с использованием этой рампы то есть когда приземляешься здесь рядом и не сжимаешь ничего тогда тебя подкидывает так наискосок можно приземлиться прям сразу ближе к бфг я не пробовал но первые разы вот когда сам прыгаешь еще не знаешь дорожку ищешь 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 и тогда первый раз я вам первые два раза я я не пробовал не не эту дорожку не не тот тубу фугу я не заметил хотя хотя не знаю сколько там реальные с двух ракет ведь никак не залететь наверх я залетал не с двух я с трех залетал получает дает 4 то есть у тебя 4 ты стреляешь а нет раз два да и до 1 4 4 получается с четырех руки тогда можно если правильно все прострелять а с трех там не хватает по-моему я много пытался не хватает даже если ты если даже извиняя переведу если даже с тремя залететь то там у тебя остается один рокет с которым ты не залетишь дальше навес смотри я сейчас подумал о том что очень хорошая дорожка получается если начинать вот так вот включаемся что нет нету блин не сама там же патроны только дают а самой бафуги вытянет я показал что там бафуга дают блин ну ну ладно очень посмотрим может кто-нибудь покруче нашел дорожку ну да я думаю нашел все-таки потому что спайверну немножко там в ику-3 есть один индивид который сделал чудо тайм посмотрим я в общем-то прошел обычный так скажем дорожка я не знаю я думаю этот об был как бы запланирован так ну давайте посмотрим начнем с вку-3 топ-7 7 нет топ-6 у нас декус из россии 31 секунда смотрим play карта в принципе интересно много много дорожек разных посмотрим может что ну как всегда уйдем и так как я забежал наверх и снова дальше интересно две ракеты без долетел в принципе неплохо но можно было как-нибудь скорость побольше пошел так нормально даже удивился разу порезать оригинальный наверно не пробовал даже про цел баг вязать я не получается он принципе если один раз получилось сразу сэкономит секунда 2 точно вот ну ладно бригант в 29 секунд вышел он из 30 но посмотрим плей перебил декусы на декусы на декусы на 2 секунды на перебил на 2 секунды кстати бриган передавал привет всем участникам я его на сервере во время парка по встречал их тоже использовал а вот да звук со звук получился не звук много-много мучился с ним на это же ты думаешь пешком очень обошел три похудения за не использовал вы быстрее хотя конкурент так скажем так у меня что-то далее у нас еще на 2 секунды представляешь по 2 секунды пацаны друг друга перевод фиос да фиос тоже из россии посмотрим play 27 и 5 на этот раз в топе у нас целых два однополченца энтера это винтер кризли так запрыгивал он вот на тот пацаны которые показывал с двух прыжков до бфи добрался а вот прыжка без оба быстро кстати ну да так на опять же без целл бага я думаю вингер уже будет с целл багом надеюсь а так пацаны просто ровненько прошли даже ошибок не было то есть придраться не к чему расти и расти просто еще раз кила посмотрим дальше андет винтер россия 24 секунды play на три секунды обогнал фиоса принципе сейчас демки просто я я думаю винтер не нашел дорожку правильно ну и обогнал на целых три секунды ну почти да он просто да целл баг но дорожку не нашел поэтому его собственно мил и обогнал на целых три секунды ну почти да тут столько вариантов много было да как же вот ну чтож дальше топ-2 мил белоруссия play да поздравляем кстати вимпера с топ-3 а милла с топ-2 милла поздравим больше потому что чувак постарался явно либо играет он в основном cpm насколько я могу замечать и похвально молодец продолжай в том же духе братан запрыгивал куда надо брал до кругу прыжка мне кажется он у меня робот просто стильнул очень быстро получилось ну вот она может ближе к стандартам но судя по как я думаю у него во первых после оба горизонтальной одну после какого как вылетаешь на следующий дорожку дорожку там можно побыстрее я делал на прыжок меньше давно и и даже не знаю что еще где-нибудь как-то надо очень быстро проходить ну по кругу может быть получше можно может быть тебя посмотрим гризли россия воронеж play на секунду быстрее мило и поздравляем гризли к стопом 1 на этой карте внутри как в онлайне так и в офлайне по-моему минус 200 по моим чекам кстати использовал бы фигу вот ракет у него получился отлично 1700 здесь у него очень хорошо получился во первых то что он уроки чуть раньше выстрелил я так я так пробовал но у меня не получилось у меня получилось то что ну в общем я приземлился чуть позже ракета надо было более точно таймить и со звобом вот у него рокет получился третий но после оба третий да да третий уроки после оба наклонную и он очень много скорости ему дал то есть минимум один прыжок ну и стоит заметить что такое возможно только в ику-3 к сожалению потому что рокет летит на столбцов медленнее я думаю себе заранее не пустить к сожалению да мне так часто мне так часто не хватало по времени то есть если я ракет пускал прямо в момент приземления то третье ракета мне потом не потолок улетала воздух куда-то да это как раз по времени очень прирост дает там да надо будет ну такой задротский момент отцовский да демку которая после слайна сейчас поставили там да давай сразу выку три там потому что тоже гризли тоже от гризли она пришла от после беды лайна чуть попозже вот 24 быстрее на 02 play ну я думаю он конец немножко быстрее сделал как мне кажется ну по моим чекам то что у меня есть у меня есть в оффлайне 21 5 по моим чекам у него старт минус 200 был сейчас посмотрю здесь и также здесь минус 300 и здесь сразу у него будет плюс 1 и 4 да вот здесь очень хорошо четыре ракета на 1900 почти в конце мне кажется он мог бы еще 200 300 снять если бы не делал лишний прыжок после подбора бафаги там достаточно два шага сделать и можно стрелять ну да да кстати вот а поджог это 07 телах вода ну чтож все равно поздравляем гризли с первым местом тут важный можно сказать первое место до дедлайна и после дедлайна ну чтож переходим к cpm cpm challenge pro mod начнем значит 51 секунда мидап да мислан что же он там индивид когда новый посмотрим чтобы как же он проходил ну стрейк ничего так а нет который дорожкой мне какой-то модель прикольно а бэтмен в эту цель до модель бэтмена красавица вижу верничать да он залез подобрал еще в офиге набрал чтобы точно как неплохо все равно нет если он новенький то как бы очень даже похвально ну что как только кнопка вперед дождя он да он нажимал боковой просто когда вот так стенку оставляешь если что лучше не только кнопку вперед а кнопку бокс сжимать когда в какой стороне на дверица да ну чувак можешь стать поориентироваться по темкам на этой карте как даже уже таким же онлайн за дети подскажут какие кнопки там люди нажимают попробуй также делать или можешь посмотреть наши выпуски по теории также тоже поможет итак дальше хас 28 и 5 до 23 секунды мы посмотрим play это уже он даже перебил предпоследие местного к 3 3 все равно сложнее и играется надо чуть-чуть посложнее какой церковь же он делал штрих ракет очень интересного ну можно сказать дефолтный дорожки не стандартный даже открытку ну так он вышел выжил в принципе из каждой дофиги да вот стенки он хорошо вставлял а вот то что он пешком там очень много ходил после подбора бафагии это как раз время там много потерял ну и плюс к сожалению дорожка не совсем нашел но в принципе батя по моему это да туфас это очень-очень старенький там мастодон просто дефрага я думал если он продолжит играть он вспомнит как что нужно а пока что его выкрывает хулиган 27 и 928 посмотрим play хулиган что покажет нам хулиган да тоже самое тоже разворот только с другой стороны тоже нет он не юзал запуск лишнего ракета расширения Прошел, радовался видимо в конце Молодец, в принципе-то проходят без ошибок Не знаю, если в карте можно было выделить какие-то ошибки Тут действительно ошибок нет Единственное по ходьбе и пешку Ну, про CFBug Ну CFBug это, да, может у кого-то не получается Далее, hello, Россия Тоже какой-то новый человек, не припомню никакого Да, посмотрим на соточку обогнал хулиган 27 секунд Тоже, наверное, стандартный удар Словом, ты выстрелил Да, выстрелил Да, выстрелил Да, еще сроки-то назад А что я не использовал? У тебя даже два ракета Две ракеты Топуга была вроде бы раньше Ну так Да, очень неплохо Но мог использовать ракету намного раньше То есть После подъема наверх у него было целую две ракеты Он мог спокойно пробежать вперед Используя их То есть быстро-быстро Переключиться на бфугу Когда ее отдают И дальше с ТБФГ проходить Как бы было бы намного быстрее Да, вполне Угу Видимо он не знал то, что там триггером дают бфугу Как-то Или не стрелял ракетами Не знаю Как-то Ладно, дальше Мяки Пуз 26 и 96 и 8 Плей Быстрее на секунду где-то Ну, посмотрим Посмотрим Вот очень много демок В пределах 26-27 секунд Все наверно вот Ну, больше стандартной дорожкой все-таки проходили Угу Использовал Использовал три бфугеи Два Две ракеты Интересно он использовал Оригинальный Да Ракет который оставался Ну, неплохо по стене пробил И по стенке до финиша Ну, что ж В принципе неплохо Но Из больших ошибок таких Я даже Как обычно у всех Опять Ну Дорожка С дорожкой не угадал Не использование Цейл бага И И Я не помню Он там по-моему Вроде не так уж много бегал Но Крюшком ходил Ну, да Он нормально Быстро пришел Использовал Рокет Использовал он плохо там где бфг Так Оригинальный Так Бригант Россия 26 и 80 Посмотрим Плей 840 Быстрее на Соточку Да Около того И И Посмотрим У него Левый Циркл Под себя делал Рокет Джамп Опять С бобом С бобом С бобом Вот он Дверь Рокет использовал Чтобы залезть наверх Здесь Чуть-чуть Пешком Прошел Делал лишний Рокет Лишний Впуг Ну он Проходил Много пешком Когда взял Первую бфугу Подходил Прямо к краю Чтобы Выставить Хотя можно раньше Опять же это даст Очень много времени Ну Тоже я не знаю Что про него демка сказать Начало очень хорошее А дальше он Мне кажется мне Скорость в некоторых местах Была не очень быстро А так Неплохо Так Дальше Дрим Подожди Слушай МКЗ18.9 это твоя? Да А чего у тебя ник такой? Не знаю Якс почему-то решил Что он так Ну Он Донец Ну ладно 25 и 576 Быстрее на секунду Дрим Россия Плей Ну Что сказать В зависимости от дорожки Может быть быстро Может быть так себя Вау Словом Вау Вау Сразу Куда Допрыгивал Ой Дрим Красавчик Ой Вообще Хороший Я думаю Дрим Очень хорошо Постался Не то что Очень классный Дэмп Не то что Очень классный Дэмп Еще Основ Особенно Старт Прорадовал Я почему-то Не подумал даже об этом Да Там если сделать дабл джамп Можно Хоп Ловить После него Я тоже Не думал об этом Но он достаточно техничный Получается Потому что там наклонная Прямо рядом стена Ведь Можно ее зацикать И в итоге Ничего не будет Получаться Ну Сложно Следующая демка Рикошеа Австралии 25.1 Быстрее 0.4 Посмотрим Плей В принципе Человек Присылает демки Часто На каждой компетишн Да Рост Вроде не видит Но Ну Как-то на одном уровне Не Дефолт Дорожки Тоже Ракеты Чеснок Двух Фокус Двух Ракеты Налез Наверх И еще Ракеты Чтобы На финише Она помогла ну неплохо ошибок нет принц прошел очень даже быстренько использование в фиге после в общем наверху когда перед тем как ее подбирать там же можно эти четыре бафогинки было было получше завязать то есть например не пешком ходить а сделать один в полу три стенки и долететь да там не знаю впереди было бы быстрее на секунду точно из 2 есть 2 будем ждать когда чувак удивит нас и возьмет 2 порадует своей девочкой выглядит очень даже технично такой чувак видно что закаленный играет офигенно не попал немножко подводки говничий какой мне кажется все из материстов лампочки мне кажется такой момент для дефолтной дорожкой очень неплохо пройдена да очень класс и и фугу заюзал и в общем много чего и подлет вверх было очень классно ну ладно кто у нас ю дмитрий россия урай 22 и 9 быстрее на полторы секунды play 163 цп варкапа поздравляем димон что же он интересно с дехохов усобым наверно позднее уроки затем завязал зачем-то да вот здесь подлет урок был не очень хорошо так все быстро да я цел баг неплохо давай держись в том же духе продолжай нас радовать хорошая демка у него прям вот единственный после на подлете наверх у него очень маленькая скорость была но он там по-моему как-то и взвольтился с рокетами с я не знаю две буфгинки он как-то одну пол одну в бок попытался развернуться но ну немножко не получилось мне кажется у него так бы может 22 и 3 где там где-то так дальше топ-2 поздравляем дмитрия стоп-3 дальше идет avenger топ-2 21 на 440 play советские дефрагеры атакуют это у нас роде тот самый рэперок который пишет треки про дефраг можете это служить кстати в группе дефрага в контакте это онлайн демка по прыжкам он использовал как раз а без цел бага но тем менее не придет за счет у оба я так думал он вытащу ладно у меня звуки игры очень громкие надо будет как-нибудь потише сделать у меня и так стоит с волюми 0.1 меньше не делается, но 0.05 может сделать 0.05 ладно, посмотрим ну и топ-1 гуди ну, кстати, уже не топ-1 потому что этот зорн сделал, но я его перебью обязательно отобью себе топ, обещаю 18.9, play сейчас посмотрим просто у меня в этот сам нейм такой и так как Дэнк в онлайне, то дэмонейм такой же, как и ник как получается поэтому, ну не знаю, я просто не стал, мне кажется, приименовать вот с обом ну это у меня здесь ошибка да, там же у тебя еще ракет был что так медленно у тебя же еще ракет нету нету нету? нету у меня казалось есть нету нету я еще раз гляну 18.9 давай таймскил поставлю 0.05 как обычно мне показалось, что там еще один ракет должен быть где-то ладно, play ну у меня бфга когда наверх залетал медленно я почему-то не подумал что можно запустить как бы, ну вот как ты говорил делать три бфги сразу наперед наперед всего 0 а ты бфга у тебя одна лишняя была да вот если бы ты и зал вот на бфга и ты ее сейвил а почему раньше не попробовал залезать здесь было бы 4 прям не подумал видишь то есть я мог вообще там мне кажется очень хороший кайф то есть ты ее сразу после вылета ее за где-нибудь или у тебя просто лишняя бфга как минимум остается мне так кажется ну ладно ну есть над чем поработать я думаю да значит поздравляйте стоп 1 спасибо да сейчас переключусь на браузер вот вот он браузер в принципе компетитен проходил с 4 по 11 июня 2017 года вот на этом карте демки в принципе вот они все есть их можно скачать там есть комментарии на данный момент стартовал новый компетитен который на карте р7 и в ух 8 сложно считается но все поделать карта на стрейф длина я даже не знаю сейчас открою онлайн демки купляла ну это стрейф карта 15 секунд ну 16 пм 20 выку 3 но может быть нас даже порадует своей демкой на этот раз выку 3 потому что я видел он ее играл уже так что я постараюсь с ним поговорить чтобы он отослал потому что он обычно не шлет хотелось бы порадовать людей о том что вышел наконец-то новый дифраг да 1.9125 да в нем есть много классных исправлений типа того что в онлайне теперь можно вводить обы на серваках и еще то что поправлен в онлайне и в офлайне тайминг некоторых айтемов флайф и того всего остального то есть если у вас спит или там кейст или квад дается на 1 секунду то он действительно будет 1 секунду длиться а не пропадет сразу же ну да это очень важный фикс в принципе ну можете опробовать его и уже подробнее рассмотреть при игре ну ссылки в принципе здесь есть заходите на сайт присылайте демки будем ждать будем делать обзор на следующую карту всем удачи тогда всем удачи всем пока всем пока